Больше 400 человек из силовых структур приняли участие в 4-м открытом республиканском турнире по рукопашному и армейском рукопашному бою на Кубок Верховного Главнокомандующего Казахстана Нурсултана Назарбаева. Турнир проводят в преддверии Дня Первого Президента. Подробнее расскажет Татьяна Ковалева. В соревнованиях по рукопашному бою среди силовых структур приняли участие чемпионы мира, мастера спорта международного класса и именитые армейские спортсмены. Общий призовой фонд турнира в этом году составил 10 миллионов тенге. Организаторами мероприятия выступило Министерство обороны совместно с Секазахстанской ассоциацией рукопашного боя. Основные цели и задачи турнира это формировать отбор и формирование сильнейших спортсменов для участия в следующем году на чемпионате мира, который пройдется в Петербурге. Уникальность турнира в этом году в том, что в программу соревнований внедрен раздел армейского рукопашного боя и то, что впервые участвует женская команда. Старший лейтенант уголовно-исполнительной системы Марина Ни боевыми искусствами занимается больше 10 лет, но сегодня четырехкратную чемпионку по кикбоксингу немного подвела техника. В финале я уступила девушке тоже из Карагандинской области. Мы до этого с ней встречались на чемпионате Казахстана, который проходил в Караганде и в финале я ее выиграла, но здесь уступила. Немножко, скажем так, таксику надо менять и, конечно же, работать над ошибками буду в дальнейшем. В общекомандном зачете первое место по рукопашному бою заняла команда службы государственной охраны Казахстана, а лучшей по армейскому рукопашному бою признана сборная команда войсковой части 14776. Татьяна Ковалева, Арман Акшабаев, Хабар 24.